В рамках летней оздоровительной кампании 2017 года организовано оздоровление и отдых всех детей Славянского района, в том числе и с ограниченными возможностями здоровья. В районе проживает порядка 350 детей-инвалидов с различными заболеваниями. Работой по организации их занятости в летний период занимаются все службы социальной сферы. На этой неделе для ребят была организована экскурсия по храмам Славянского района. Около 10 юных славянцев с ограниченными возможностями здоровья вместе со своими родителями отправились в путешествия по святым местам нашего района. Организовали поездку Управления социальной защиты населения совместно с Управлением по делам молодежи. Экскурсия организована специально для детей-инвалидов и детей-подучетников, чтобы показать им духовное наследие нашего района, показать им храмы, чтобы пообщались с ученослужителями. Первым местом, куда отправились ребята, стал Свято-Успенский храм. Ещё по дороге юные славянцы узнали, что храм является одной из главных достопримечательностей нашего города. Он был основан более века назад, в 1907 году. Завершили строительство в 1912 году. В храме участники экскурсии поставили свечи, помолились. Далее ребята отправились в Свято-Пантелеймоновский приход города Славенска-на-Кубани. Служащая храма Людмила Трихлеб рассказала детям о святых, изображённых на настенных росписях. Поведала о том, как правильно креститься, прикладываться к иконам, ставить свечи. Во всём храме всегда ставятся свечи, часто задают вопросы о здравии. Кроме, вот сюда слева на столе, это во всех православных храмах так. А налой называется, на котором ставится за упокой. То есть, те люди, которые уже умерли, и мы молимся о покаянии души и Царствия Небесного, просим у Бога. Всего же в этот день дети вместе со своими родителями побывали в четырёх храмах района. Целью поездки стала возможность приобщить юных славянцев к православной культуре, рассказать об истории их малой родины. Такая экскурсия была организована уже не в первый раз. Подобные поездки пройдут и в дальнейшем.